добрый день дорогие друзья цели полагания тема этого небольшого видео размышления бесцельно прожитая жизнь или бесцельно проживаемая жизнь очень часто люди находятся в разочарованиях как духовных такие физических и причин много но одна из них это отсутствие целеполагания что же означает это слово это слово означает процесс как духовный так и материальный физический это выбор одной или нескольких целей которые являются жизненно необходимыми или жизненно важными бывают ошибочные бывают правильные цели и цели должны совпадать цели должны совпадать не только у самого человека но и у семьи скажем муж иной имеют разные цели в жизни и они не могут жить вместе потому что целеполагания у них нету у них разные ценности в жизни разные приоритеты и движение к этим ценностям и приоритетам и приоритетам у них также разные лебедь рак и щука все это от отсутствия целеполагания сегодня многие люди не учитывают того что бог дающий возможность прийти в этот мир он тоже имеет цели для жизни человека семьи народа и даже целой страны и когда люди не считаются с божьими ценностями когда целеполагания человека она не учитывает желание бога то люди становятся богопротивниками и становятся не только в одиночестве но и семьями народами даже целая страна так страна которая идет против бога в том что допускает однополые браки это уже грубая ошибка заблуждение которое может привести к гибели 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 самой страны самого народа или если это один человек то гибели самого одного человека поэтому сегодня ценности и цели у всех разные к сожалению они бывают бога противными или наоборот бога угодными так человеку необходимо свобода здоровье как духовное так и и физическое ему необходим материальный достаток каждому человеку необходимо жилье питание одежда отдых работа какое-то хобби для семьями необходимо также жилье питание для семьями необходимы дети в их воспитании образование здоровье свобода отдых и многое что еще кроме этого то же самое с народом народ должен самовоспроизводиться если этого не происходит значит целеполагания ошибочные неверные народ должен иметь веру в бога а не религиозность он должен иметь нравственность семейность семейная приемлемость культуру экономику медицину образование отдых спорт творчество еще многое другое каждая страна к чему-то стремится стремление разные у разных стран она хочет доминировать лидировать в мире другая хочет войти в десятку экономически развитых стран мира другая страна хочет побороть неграмотность другая страна хочет дать всем людям жилье доступное есть страны которые хотят дать как можно большему количеству людей высшее образование есть страны которые стремятся к пенсионному обеспечению своих пожилых или старых граждан и целеполагания может быть как пятилетками десятилетками а может быть даже и на 20 или даже 50 лет и хорошо когда имеются цели и цели добрые не во зло а в добро и хорошо когда нету хаоса сегодня к сожалению в россии очень много хаоса отсутствует целеполагания в скажем экономике в образовании в медицине и все это имеет место быть и от этого страдает каждый человек и каждая семья знают ли об этом политики думают ли они об этом большой вопрос поразмышляйте вы об этом а я желаю вам божьей милости и благодати до свидания